Елизавета Галкина будущий врач. По учебе приходится много читать и составлять конспекты, а это доставляет немало дискомфорта для глаз. Проблемы со зрением у девушки начались еще в детстве. В четвертом классе оно начало падать. Первое, что посоветовали медики, специальную гимнастику, но результатов это не принесло и Лиза начала носить очки. Это каждодневная рутина для меня проснуться, надеть очки или надеть контактные линзы, пойти на учебу, почти то же самое, что позавтракать, почистить зубы, сходить в душе, то же самое с очками. Все больше людей испытывают проблемы со зрением из-за долгой работы за компьютером и любви к гаджетам. Медики рекомендуют всем, кто имеет дело с техникой, независимо от того, есть ли дискомфорт или нет, использовать увлажняющие капли для глаз дважды в год. Кроме того, важно пропивать курс витаминов для глаз. Можно и ограничиться продуктами, содержащими витамины, например, морковью или черникой, но нужно иметь в виду, что для результата необходимо употребить не один килограмм продукта. Есть препараты с черникой, в которых содержится, допустим, в одной капсуле 3 килограмма черники, до 5 килограммов черники содержится, что только не съедите за один раз. Так что можно сочетать естественные продукты с витаминами. День зрения, который отмечают 14 октября, учредили в 1998 году Всемирной организацией здоровья, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам со зрением. Это прекрасный повод для того, чтобы отправиться к врачу и проверить здоровье своих глаз. Светлана Кудрявцева, Мария Левина, Константин Головин. События.